Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Ничего, ничего, ничего! Мы победим, да нас лишат земной. В дружеской тюрьмы всех врагов разгоним. Мы наш новый мир построим. Свободного труда не зашедом. Пленум с Еленой Шмулевич. Здравствуйте, в эфире Пленум. И я представляю его сегодняшних участников. Это Сергей Владимирович Котов, руководитель архитектурной мастерской КОТОФК. И Алла Марсовна Буркова, председатель правления Кировского отделения Союза архитекторов России. Здравствуйте, уважаемые гости! Ну и, в общем, по статусу и должностям гостей и профессиональной принадлежности уже очевидно, что мы будем говорить о градостроении, о том, что происходит, собственно говоря, в градостроении города Кирова. Потому что, наверное, что-то происходит и в стране в целом, и даже в мире, боюсь, происходит много чего интересного. Но, в общем, мы живём здесь, ходим вот по этим тротуарам, которые, я не побоюсь этого слова сказать, строятся теперь новые с пандусами, но, между тем, мамы с колясками не могут перейти дорогу. Это невозможно в нашем городе. Я вам говорю, как не так давно ходившие с коляской. Нереально. Вот для кого, собственно говоря, и как проектируется, строится наш город? Как это должно быть? Вот, собственно говоря, об этом мы сегодня поговорим. И у нас такая традиция, мы пленом начинаем с глаз народа, мы делаем опрос, что думают кировчане по этому поводу, о том, как строится город, как он должен строиться. И да, давайте его послушаем и дальше продолжим уже. Более красивым и комфортным. Я бы строила большие жилые комплексы, которые выполнены в едином стиле. Это было бы красиво. Больше, как бы, культурные, просветительные здания. Ну, например, спортивных детских школ. Вот, чтобы они были маленькие детские спортивные школы в каждом районе, например, города. Я считаю, не хватает небольших зданий, но уже не в центре, а в округе города. Коттеджные поселки, да. Да не знаю, мне в принципе все хватает. Я считаю, что у нас просто перебор только с торговыми центрами. А каких строений в нашем городе категорически возводить нельзя? Нельзя возводить в центре многоэтажное высотное здание, там, 20, 25, 30 этажей. Крематория? Мне это не нужно. Мне не нравится высотные дома строят. Очень много высотных домов. Портят архитектуру нашего города. В принципе, считаю, можно все строить. К строительству крематория исключительно положительная. Даже сложно сказать. Не знаю. Что должно находиться в основе градостроительной политики? Какие-то нормы, правила, целесообразность, перспективы? За основу должен браться комфорт для жителей города Кирова, чтобы им было удобно пользоваться строениями, чтобы им было удобно пользоваться дорогами и парками. У меня друг был, в Швецию ездил. Он удивился. Там, говорит, все для человека. Квартирка, комната одна, вторая, детская, кладовка, кухня. Под домом гаража. Вокруг машин нет. Нормы и правила, в первую очередь, должны задаваться. Ну, вот, собственно, понятно, да? Должно быть комфортно. Я думаю, что строительство, архитектура – это та сфера деятельности, где нам приходится думать на годы вперед, чего мы, в общем, наверное, не умеем. Не на годы, на десятки лет вперед, да? Наверное. Вот есть мнение у архитекторов наших? Все ли делается так? Да, ну вот здесь было обсуждение, кстати, сказать, крематория, но это вопрос, наверное, такой чисто не столько архитектурный, сколько, в общем, правовой. Да, он возводится, насколько я понимаю, в нарушение Санпина, но с этим мы вот разберемся. Просто там между вопросами я видела реакцию гостей, они отреагировали, а при чем здесь крематорий? Ну да. Крематорий строится в черте города на сегодняшний день, да, на разрешение. И кто-то за, кто-то против. Это одна из тем, что можно и что нельзя строить. В городе был вопрос адресован кировчанам, да? Вот, например, высотные здания, они не хотят видеть в центре города. Высотные здания бывают разные. Потом, давайте так, но это ведь данность, мы ведь понимаем, что в пятиэтажном доме квартир можно продать в два раза меньше, чем в десятиэтажном. И в три раза меньше, чем в пятнадцатиэтажном. А людям где-то надо жить, а строителям надо зарабатывать, ну и так далее. А давайте я вам сейчас такую цифру привезу. Ну, значит, многоэтажное высотное здание по площади застройки, пятно застройки, занимает место меньше, чем пятиэтажное, с тем же количеством жителей. Потому что, сами понимаете, или пятиэтажный дом, размазанный на квартал, или многоэтажная застройка с вещечкой. А земля, которая по расчету положена для этих жителей, заложена в норме, она и остается за ним. Поэтому, если стоит точечное здание, то вокруг нее вообще должны быть газоны, полянки, парковки и все остальное. То есть крематория здесь не должно наблюдаться, если это все сделано правильно. И никто не тащит, допустим, вот в наш центр города, исторический центр, эти огромные какие-то высотные здания, или еще что-то там оговорено, во-первых, этажность прописана у нас. Другое дело, то качество зданий, которые появляются в центре многоэтажных, А что с качеством? Качество архитектуры. Оно не всегда достойное. И очень много спорных вопросов. Архитектура – это такая штука, как, ну, почти как живопись в какой-то степени, с какой-то стороны, не в технической ее части, где она очень сложная, на самом деле, такая, да, для мозгов инженера, мне кажется, больше сфера. Но есть еще то, что мы видим, то, что мы называем красотой, эстетикой или ее отсутствием. Так вот, эта штука-то очень субъективная, да? Я согласен. То есть кому-то нравятся, я знаю, строители, которые возводят вот высотки и говорят, ну, посмотри, какая красота. И я понимаю, что он не лжет ни мне, ни себе, он реально просто вот празднует победу над какими-то старыми нормами, может быть, да? Материалами. Не знаю. Вот. А в то же время я смотрю на какие-то вот старинные теремочки, у меня сердце радуется, мне кажется, что в них есть жизнь, в них есть какое-то прошлое, в них есть история. Да, вот эти камни, которые, наверное, что-то помнят. Во всем есть своя прелесть. Вот насчет того, что история, она, конечно, очень в нашем городе уязвима. Все считают, что в центре города лучше жить, построить там многоэтажку и жить в центре. Для каждого периода времени есть своя архитектура, своя история. Так вот, я хочу сказать, что исторический центр города, он уязвим тем, что каждый старается туда вот привнесть свою и жить здесь. Я не говорю о том, что исторический центр города – это музей. Ни в коем случае. Можно строить новое, но уважать историю обязаны. Не только должны, а обязаны. Здесь строю работали архитекторы до нас. Они создавали в свое время свои дома. И если мы не будем уважать свою историю сегодня, то что у нас останется от города завтра? Почему вы говорите, давайте будем думать о завтрашнем дне? Без истории нет будущего. Мы на истории учимся. У нас очень много домов, я не соглашусь, знаете, с чем? У нас очень много домов, которые являются якобы исторической ценностью. В них не вложены ни копейки, ни копейки в них не вложено. Они стоят, разрушаются. В них вынуждены жить люди, потому что их никто оттуда не переселил. Что это за такое уважение к истории? Что такое за неуважение к людям? Вот в первую очередь я и говорю, что мы не уважаем историю. Надо исторические дома содержать, ремонтировать, и чтобы во внутрь здания приносить цивилизацию. Но внешний облик, он формирует улицу, он формирует квартал. Точно так же, как и новые кварталы в новых районах. Мы там не строим малоэтажную застройку, потому что это уже современное строительство, современный квартал, современные здания. И облик этого квартала, он свой. Вот именно новые, где строятся свечечки, где именно, как мы говорим, вот уже, что расчет на земельный участок определенный. Поставлю ли я здесь пятиэтажные дома, размазав по всему участку, не оставив места для площадок, стоянок и тому подобное. Либо я поставлю свечку и сделаю здесь стоянки с площадки, сделаю сквер, объем квадратных метров. Почему каждый раз мы за это бьемся, меня интересует? Вот я почитала градостроительный кодекс, главный, собственно говоря, закон России по градостроению и архитектуре. И там в каждой строчке, как в Святая Святых, как в Конституции, что все это должно быть сделано с точки зрения комфорта, обеспечения санитарных норм, обеспечения комфортной жизни для человека, который проживает в этом городе. Каждый раз мы начинаем и заканчиваем любую стройку с того, что бьемся за то, чтобы здесь осталась площадка или там чего-то. Я просто хочу добавить. Вот вы сказали, допустим, очаровательные старинные уголки, а старые вятки, и в них трудно жить, и содержать эти дома в неприглядном состоянии. Так вот, чтобы эти дома могли в этом центре содержаться и нормально работать, значит, должна существовать параллельно какая-то инфраструктура, которая привлечет сюда и деньги, и все остальное. Значит, какие-то новые объекты, которые востребованы, куда люди идут, там, допустим, это или офис, или магазин, то есть, понимаете, они должны существовать параллельно и старое, и новое. Если новое уйдет, и старое у нас останется в забвении, в заброшенном состоянии, у нас скоро этот район... — Вообще разрушится. — Да. — Ну вот я сейчас говорю, например, о набережной, да, то есть вот от Вечного Огня до Александровского сада у меня просто в глазах стоят вот эти жуткие совершенно бараки, вообще вот прям жуткие. Можно ли там что-то страшное? Почему мы их сохраняем, зачем? Зачем они, кому они нужны вообще? Вот вы сказали хорошую вещь, да, что нужно вот их сохранять, в них что-то там делать. Нужны ли их сохранять? Имеют ли они ценность? У меня очень свежие впечатления от Барселоны. В центре города стоят всем известные здания, построенные на Гауди, еще несколькими менее известными, но не менее интересными архитекторами, я бы сказала, да. Стоимость жилья в этих зданиях зашкаливает все мыслимые пределы. Это старые дома. Но очень круто жить в доме, построенном Гауди. Очень круто. Вообще не круто жить в любом из наших, я не знаю, ни одного дома в Кирове старого, в котором было бы круто жить. Их нет. Я поэтому вам и говорю, если мы пропагандируем архитектора Гауди, то почему не мы пропагандируем наших архитекторов, которые строили эти старые дома? Мы их просто не знаем. Гауди не надо пропагандировать. Ты смотришь на его здание, и тебе приятно. Я буду с вами спорить по этому поводу. А скажите мне отлично. Назовите какое-нибудь здание, какое-нибудь уголок в городе, где может быть несколько домов, которые, вы считаете, заслуживают внимания с архитектурной точки зрения, с точки зрения их сохранения, восстановления и гордости за них? Элементарная, как говорится, историческая часть нашего города, там, где сейчас стадион «Динамо». Это всегда была торговая площадь. Причем именно специально спроектированная, закомпонованная архитектором Росляковым. Для того, чтобы все здания выходили на эту площадь и радовали всех, кто тут будет на этой площади. Она была всегда плацпарадной. Это где «Динамо»ский проезд? Это там сейчас «Динамо» стоит, сам весь стадион. То есть в определенное время, в советское время, в городе построили стадион. Где? На свободной площади. Вроде бы город у нас небольшой, нам хватит одной. Та, которая сейчас у нас театральная, она была административной. Она много раз меняла название. А вот эта вот площадь, исторически сложившаяся площадь, под стенами Кремля, у стен монастыря Девичьего, Преображенского, плюс ко всему, сюда выходил парадный вход в парк Александровский. Дома, которые выстроены вдоль этой площади, были самое дорогое место в городе. Здесь рядышком стоит сейчас, на сегодняшний день, и слава богу, Спасо-Преображенский собор. И здесь же у нас были торговые ряды. Здесь такая жизнь кипела. Но время прошло, наверное. Время прошло, но я и говорю, на сегодняшний день сейчас стоит там стадион «Динамо». Вот вы меня и спросили. Вот вам уголок, который является изюминкой всего Поволжья, нигде в Поволжье нет такого соргового центра, как здесь в Вятке. Я поправлю. Питер, он как построен у нас? От Дворцовой площади лучами разбегаются улицы. Невский проспект в центре. В принципе, здесь практически получается то же самое. Площадь, луч у нее идет. От нее Московская? Московская. Радиальная система? Да. У нас немножко не радиальная, но принцип-то тоже. Принцип-то тоже. Площадь, она объединяет в себе улицы. И вот это историческое... Вы меня спросили насчет того, что где у нас в городе. Так вот эти дома построил Росляков. Кто-нибудь из наших жителей знает, кто такой Росляков? Я не говорю профессионалов. Нет. Мы об этом крайне редко говорим. А если мы будем говорить о том, меньше будем говорить о том, что у нас Чарушин строил весь город, так мы и его забудем. Поэтому и Гауди, если мы не будем говорить о нем, мы тоже о нем вспоминать не будем. Да, там своя архитектура. У нас своя архитектура. Там южный город, у нас северный. Но интерес города в том и заключается, что он своеобразный. Он имеет свою историю. И если мы сейчас снесем все эти здания, так мы о какой исторической площади будем говорить тогда вообще? Но эти здания, которые построены на Динамо, вот у нас такая есть задумка и у архитекторов, и у руководства города, чтобы восстановить площадь как торговую, сделать новый хороший стадион в другом хорошем месте, перенести. Потому что стадион, это другая тема, он на сегодняшний день требует больших вложений, реконструкции, он не отвечает большим нормам. Там безумно большие деньги нужно вкладывать. Может быть, есть целесообразность его сделать в другом месте, более комфортном, где было бы много места для стоянок автомашин и так далее. Вот сейчас, например, вы говорите, мнение профессиональное, чисто профессиональное и, скажем так, мнение, может быть, историка. Вот вы слышали людей, к сожалению, опрос не до конца, у нас там прозвучал технистическим причинам, они хотят строительства спортивных сооружений и они хотят как можно меньше торговых центров. Вы предлагаете убрать спортивные сооружения и построить целую торговую площадь. Архитектор, если предлагает, он и место вам покажет другое, где можно найти. Да, и это, конечно, прежде чем снести, мы 350 раз уже продумали и просмотрели, какие возможности. Ведь возле этого стадиона нет возможности поставить машины, когда у нас идет игра. Это ведь большая беда всех ближайших дворов. Улиц перекрывают. А если это будет торговая площадь, разве потребность в стоянке будет меньше? Торговая площадь, это не значит, что я сейчас здесь поставлю торговый центр. Ярмарки у нас проводятся на административной площади. Это разве хорошо? Это очень плохо. Нормально. А чего ее как-то надо использовать-то? А что она должна стоить? Пустой? Административная площадь и административная площадь. На ней торговли как таковой не должно проходить. Это административная площадь. Нет, ну здесь скверт, парк типа такого. Гуляния, ярмарки проводились на определенных площадях. Почему у нас и в городе, если мы посмотрим старую карту города, было много площадей, специально рассредоточенных по разным районам торговые площади, проводившиеся для ярмарок. То, что вы сейчас говорите, вот это восстановить, вот это переделать, вот это обратно туда, вот это обратно сюда, мне очень напоминает все эти истории про переименование улиц бесконечных. Столько споров вокруг там какого-то исторического названия или просто самого факта переименования, тогда как вновь строящиеся улицы у нас имеют по четыре одинаковых названия. Я не вру, первый газетный, второй газетный, пятный. Ну, ребята, вот еще поэт сказал, не я, не надо улиц переименовывать, построить новую и назовите. Здесь та же история. Вот мы сейчас говорим, что сделано, то сделано. Можно, конечно, сколько угодно, годами, десятилетиями, можно исправлять ошибки, которые допущены там этой властью, той властью. Завтра будет следующее. Мы не наисправляемся. Давайте жить за себя. Согласен. Вот что можно сделать сегодня такого правильного, да, чтобы город развивался гармонично? Вы понимаете, вот ошибки тех времен, да, они сейчас тянут за собой нынешние ошибки. Я к чему начинаю вам говорить? Да, была хорошая идея с этой площадью. Построили стадион, да, но город как бы был весь сориентирован на нее. Ладно, дальше. Вот сейчас у вас постоянно муссируется передача. Вот в передачах, значит, дом на углу у нас, значит, Воровского и Ленина. Напротив филармонии. Это же то же самое. Вот идет спор, да, там вот может этот дом, не может быть. А в принципе, если по-хорошему разобраться, там опять заложена ошибка, в данном случае изначально. Там был собор, его взорвали. Вместо него посадили какую-то филармонию, которая в три раза меньше по объему, чем надо, чтобы завершить эту площадь. С Баков сделали огромные сейчас какие-то здания. И сейчас третье мы еще... Слушайте, почему никого не наказывают? Кто за этим должен следить? Мы говорим о вчерашних ошибках, мы говорим о сегодняшних ошибках. Мы уже, я в ужасе, мы уже начинаем говорить о будущих ошибках. Да. Мы уже, да? И что? Кто это контролирует? Кто это регулирует? Почему вы молчите? Вы понимаете, я сколько раз поднимал этот вопрос. Да, тут есть хороший, значит, инструмент, да, и так называемый градостроительный совет. Да. А это что за инструмент? Ну, в том смысле, что вот есть у нас... Кто на нем играет? У нас есть администрация, которая видит политику какого-то города, а ей нужно посоветоваться с профессионалами, и вот они, значит, одобряем, неодобряем данные. А ей нужно снять ответственность с себя. Да, так скажем, совещательный орган. Совещательный орган. Ну, чем, вот, допустим, меня не устраивает наш градостроительный совет в том виде? А сколько раз заявлял о том, что почему заседания закрыты? Почему коллеги, архитекторы, такие же, как вот мы с Аллой, допустим, Алла сейчас как председатель, значит, Союза архитекторов, она там сидит, допустим, не можем прийти на этот совет. Нет, мы туда не пускаем. Тут также высказывают свое мнение. Я высказываю свое мнение. Я, допустим, вот, состою в совете Георгия Кировича Пецки. Пожалуйста, вот тот, кто защищается или выступает, он сидит на совете, слушает, может подняться, может сказать, заявить, то есть более-менее открыто. Я постоянно говорю, почему нет вас там, прессы? Вот мне бы хотелось. Некоторые вещи там просто... У нас все, наверное, мы просто, может быть, не в курсе. Вы бы послушали вот это все. Мы подумаем. Там даже совет бы шел по-другому. Вы понимаете? Конечно, да. При нас вообще все идет по-другому. Насчет совета. Но он, опять же, совещательный только такой. О чем речь? Это орган для выпускания пара. Что означает? Почему никто не несет ответственность? Кто конкретно принимает то или иное решение? Пусть этот человек вот за это отвечает. Есть ли какая-то по этому вопросу? Я уверена, есть. Есть. Оговоренные Горазостроительным кодексом, в том числе, кроме стальных законов ответственности. Нет, как мы затронули тему совета, это именно совещательный орган, где ты в чем-то запутался, не знаешь, как к тебе вести политику с заказчиком, и ты идешь на совет как к третейскому судье. На совете, конечно, очень именитые, замечательные люди, профессионалы сидят, разбирают ситуацию, советуют. А кто у нас именитые люди, профессионалы? Ну, в принципе, у нас есть заслуженные и почетные архитекторы, я имею в виду их в городе, и они работают в совете, довольно-таки мобильные, профессионалы, с большой буквы. И, конечно, там все вместе, коллегиально находим какое-то решение. Но в конечном итоге, если заказчику не нравится данное решение, он идет к председателю совета, а председатель совета может на свое усмотрение пойти... А кто председатель совета? Я красулина, наверное, сейчас. Нет, Драный. Ну, с него рано спрашиваю. Ну, данный момент, как говорится, вообще-то по закону... Председатель Драный? Да. А, ну, то есть Драный все равно решает, что построит, что-нибудь построит. Ну, вот он может взять на себя, как, видимо, по практике, с того, что делается в городе, после решения совета, видя, что заказчик, застройщик меняет на ходу во время строительства, и цвет, и может и объем поменять. Это возможно, да? Это вот получается, что да. То есть никакого такого генплана, о котором нам все время рассказывают, о котором предусмотрено все на свете, вплоть до кирпичика, флюгера на крыше, цвета балконов и всего прочего, его на самом деле нет? Или это такая очень гибкая... Это гибкая такая система, которую можно всегда обойти. Субстанция. Да, она такая мягкая, наконечная. Может быть, это неплохо, время ведь меняется. А можно вот я, чтобы продолжить разговор предметно, потому что, ну, как вы понимаете, я не профессионал и очень по-дилетантски, в общем, к этому вопросу отношусь, что, наверное, неплохо, потому что я, наверное, похожа в этом смысле на всех жителей города, которым хочется красиво, дешево, удобно, комфортно, не по брусчатке на каблуках, чтобы мне не говорили про красоту брусчатки. Вот есть какие-то вещи, которые... А вот скажите, пожалуйста, с профессиональной точки зрения, оба, пожалуйста, выскажите свое мнение, что красивого построено за последнее время в городе, что вам нравится и что сделано абсолютно неправильно, чего делать было нельзя. Вот есть какие-то дома из последних, которые появились, и вы, проезжая мимо, просто вот как человек не чуждый, да, вот этой специальности говорите? Не, ну, как бы сам себя не похвалишь, как бы тут получается. Да, ну, пожалуйста, расскажите, что вы построили, я не против. Допустим, вот я запроектировал совместно с фирмой Маяковская, значит, квартал жилой Маклина-Горького. Да, мне нравится этот город. Получился комплексный застройка о том, что вот и просили больше комплексный, пожалуйста, как бы. Вот здесь, я считаю, что хорошо, вот и инвестор, и как бы то, что он не мешал нам и помогал очень много, и качество строительства. Вот это вот одно из главных вещей для архитектора, когда тебе инвестор и застройщик не мешают. Ну, и советуюсь с тобой, что вот у него финансовые какие-то затруднения. Инвестор и застройщик, это имеется в виду, в нашем случае это по-разному. Могут одинаковые в одном лице, а могут разные. Понятно. У меня совпало. Ну, и всё равно даже, когда они даже разные, и они вот вдвоём понимают тебя и относятся к архитектору как к профессионалу, даже советаясь с профессионалом-архитектором, говорят, ну вот у меня сегодня затруднения финансовые, я вот не могу тебе привести тот материал, который ты заложил вот у тебя в проекте, но не хочется портить здание. Что бы ты мог посоветовать? Вот тут начинается коллегиальное решение, немножечко отходишь от своего задуманного какого-то проекта, материала, и его меняешь. Или же вот когда ты приходишь на объект на свой, где строится, и ты видишь, что вместо этого белого кирпича призанимаются серым кирпичом. А завтра у нас появились деньги, мы купили белый кирпич, и дальше достраиваем белым кирпичом. Прекрасное здание получается, со следами облаков на твоем здании. Да, думаешь, ну так что, ничего, хорошо, у нас все-таки не юг, чистого неба никогда не бывает. И вот серые там пятна, которые появились на фасаде, вроде бы и ничего. Это ты себя успокаиваешь. А вообще это очень грустно и очень обидно. Вот это... Давай про объекты еще я хочу. Давайте еще объекты, чтобы... Да-да-да, мне про то. Давайте вот комплекс вот этого ДНК, архитектор Павлов на берегу, замечательный объект получился. Он получил... Нравится вам, да? Он получил, он не то, что нравится, он на всесоюзном сморте архитектурных работ в том фестивале в том году получил серебряную медаль. А золотую кто? Ну, золотую там москвичи. Но дело в том, что... Вот, Сергей прав, у нас очень сложно из периферии в Москве завоевать хоть какую-то медаль. А тут уже снебро. А потому что, смотрите, вот есть... Потому что все как бы в Москве, она настолько продвинута вперед по материалам и по застройкам, где архитекторы, в принципе, могут себя проявить. Что нам мешает это взять? Самое интересное, мы там работаем в Москве, точно так же. Нет, что мешает городу это взять? Вот смотрите. В основном, как вы говорите... Есть свобутые братья Микрюковы, которых принято ругать, которые то одно построят, то другое налажают, то третье не достроят, то четвертое не сдадут. Заметьте, с ними даже работал. А ребята-то, я вам хочу сказать, чтобы о них не говорили и не думали, я вот, ну, там, людей не берусь оценивать, я их два раза видела, у меня нет на эту тему. Я знаю много историй, связанных там и негативных, в том числе с этими домами. Но я смотрю на их здание, и я радуюсь. У меня ощущение, что столица к нам пришла. Понимаете? Это красивые дома. Это дом, вот, любой, который мы возьмём, вокруг которого куча всяких, там, не знаю, домыслов или реальных разговоров, ужасов, которые про него рассказывают. Но он красивый. Дом на большевиков мой дом построенный. Микрюковым и правда авторство моё они к себе присвоили. Но тем не менее... А на большевиков который? А второй, который с башенками, в литическом стиле. Да, очень красивый, да. Вот они там маленькие. Просто про братьев Микрюков я хотел вам сказать. Да, вы правильно вот сейчас заметили, да? У них младший особенно как бы в этом отношении молодец. Он выхватил самую главную, значит, штуку во всём этом нашем строительстве. Он, да, он заказывает проект, мы рисуем. Он выхватывает яркую, сочную, хорошую картинку, раскручивает её, доводит её до продажного состояния. Да, внутри потом всё отвратительно, всё отваливается, всё плохо. Вот как там совместить вот это внутри? Почему те, кто строит качественно там? Ну, я не буду сейчас рекламировать фирмы, хотя мы можем назвать нашу тройку, собственно говоря, крупнейших лидеров. Ну, я не знаю, там, прямо вот таких ужасных нареканий на дома Кчуса или на дома ССК, или там, ну, спецмонтаж, не знаю. Их нет. То есть, ребят, в принципе, вот и внутри отделку делают, да? Та же дымка, если вы посмотрите на водопроводный дом, великолепнейшие подъезды с консьержами, там, все дела, отделанные плиткой, отделаны по разному этаже. Приятно посмотреть. Внутри всё хорошо. Почему сверху они не могут сделать вот какие-то столичные здания? Почему мы не можем прийти к этому новому облику? Или это просто не наше? Сверху имеется в виду? А снаружи, снаружи. А с фасадами имеете в виду? Вот Алая паруса переделан, проект, да, насколько мы знаем. Проект был один, теперь он стал очень проще. Много, и у меня был проект. Он был такой вот, как в виде кораблика. Сталинский, да, сталинский он был. Да, ну, там, конечно, место, конечно, такое, скажем, очень ответственное. Всё-таки это Октябрьский проспект, тут и Красная линия, и всё такое. И, в общем-то, в принципе, архитектура всего этого проспекта у нас, такого периода сталинского. Ну, вот, и здесь, конечно, было очень много проектов, в общем-то, и уже в конечном итоге, уже совершенно треть, там, я не знаю, даже, может быть, восьмой проект. Но его, в общем-то, приняли, иногда в строительном совете общеколлегиально, и он строится, как говорится, в своём здании. Разве не было краше вариантов? Этот дешевле? Этот качественнее? Нет, я опять буду о своём, я первый вариант, да, первый вариант делал, также возили мы на фестивали в Азоте, ну, там, от Кировской области. То есть, понятно, мне было жалко с ним расставаться. Как раз мы с Микрюковым музой затевали. Он дорогой, да? Он дорогой? Ну, да. Для, наверное, застройщика он был невыгоден, тем, что всё-таки территория большая. Я решал весь квартал. А здесь, как бы, в принципе, получался точечная застройка, вроде бы, как съём жилья был маловат. Ну, видим, а потом ещё, на сегодняшний день, вот как сказал Сергей, он его делал весь квартал. А мы сейчас говорим о том, что мы квартал раздробили, и у нас нет комплекса. У нас нет комплекса. Вот мы привыкли говорить, вот в последнее время вот эта вот точечная застройка, не точечная застройка, да, мало вообще кто понимает, о чём идёт речь. Но если вот сейчас как-то всё-таки по-простому суммируя, да, всё-таки речь идёт о том, что когда комплексно застраивается какой-то, пусть даже просто квартал, а не какой-то там микрорайон, то подразумевается инфраструктурно, что он обеспечен детскими площадками, парковками, просто какой-то эстетикой, какими-то зелёными зонами и так далее. Для нас очевидно, что для застройщика это невыгодно. Для нас очевидно и другое. То, что невыгодно для застройщика, ляжет на плечи покупателей. Так ведь? Да. Значит, варианта два. Либо нужно, чтобы эти вещи брала на себя бюджет, чего он никогда не сделает, потому что он так в дефиците. Либо нужно смириться. Вот я так это себе вижу. Потому что вряд ли кто-то или что. Какие здесь есть? Вот мы ругаем точечную застройку. Она ведь не от хорошей жизни. Она для экономии. Но она где-то и для экономии, но и где-то и для, в принципе, именно для хорошего проживания и комфортного жилья. Потому что всё-таки точечная застройка решает многие вопросы и в движении воздуха, в кварталы. Потому что когда мы строим периметрально по кварталу, мы закрываем всё движение воздуха. И опять-таки звуковые какие-то такие моменты внутри квартала, внутри двора, когда замкнутое строительство, любое движение шороха, метлы, дверцы машины, скрипа детской площадки, это будет у вас в любой квартире, комнате. И чем выше, тем слышнее. Я, например, вообще против периметральной застройки. Именно для чего? Чтобы разрядить застройку, дать выйти звуку из двора, чтобы его не было в квартире у тебя, чтобы не было лая собаки на 25 этаже. Слышно, что эта собачка лает везунной во дворе. Вот для чего точечная эта застройка нужна. То есть, понимаете, эти моменты архитектор-то и продумывает, чтобы и движение воздуха было. Потрясающие вещи можно. И свет правильно, и во дворе тепло. То есть, нет того, что плохо стены построены, оказывается. Нет, 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 это звуковая волна по физике. Это уже законно. А это прямо все архитекторы знают, да? Да. В основном. Они как бы наскрывают. Нет, я еще про точечную добавлю. Вы вот тут говорили, что, допустим, вот смотрите, в центре не все дома хорошие, удобные там и совсем красивые. Чего мы за него цепляемся? Вот любой архитектор работает, даже я, допустим, у меня есть какие-то свои дома, от некоторых зданий я, честно говоря, бы отказался. Не надо их там, если кто-то снесет, скажу, ну не получилось, допустим. Не гордитесь авторством, короче. Да, да, да. Ну, иногда бывает, кто-то попортит его. Здесь точно так же складывалась застройка. Есть здания, они не особо ценные. Если его убрать, образуется просто дыра в этой вот структуре города. Ее нужно чем-то заполнять. Ну, вот сейчас вы имеете в виду, что дыра-то это неплохо оказывается иногда. Плохо иногда. Но тут, опять же, город должен влиять. Или мы тут организуем парковку-стоянку, что не мешало бы сделать, допустим. Мы всеми своими расчетами, когда любой дом садим, мы показываем, что нам надо, вот в радиусе 500 метров, дайте нам. Да, 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 да. Вот. А раз образовалось, давайте сделаем. Мы прервемся, у нас реклама, очень короткая пауза, и мы сейчас вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Ничего, ничего, ничего. Мы победим, да, нас лишат земной. С души в тюрьме всех врагов разгоним. Мы наш, мы новый мир построим. Свободного труда, не зашедом. Пленум с Еленой Шмулевич. Да, мы возвращаемся в студию. Это Пленум. Участники Пленума сегодня Сергей Котов, руководитель архитектурной мастерской КОТОФК, и Алла Буркова, председатель правления Кировского отделения Союза архитекторов России. Мы говорим о том, каким должен быть наш город, как его сделать красивым, удобным, функциональным, как не делать тех ошибок, которые уже наделаны теми, кто жил до нас, как их не повторять, как избежать будущих ошибок, и кто, собственно говоря, за этим должен следить. У нас сейчас был звонок от радиослушательницы по имени Валентина. Она предложила чудесную вещь, на самом деле. Но любой дом, независимо от его красоты, качества и достоинств, вешает табличку с именем архитектора, кто, собственно говоря, спроектировал и построил этот дом. И, наверное, архитекторы будут как-то более ответственно относиться. Я думаю, что они и так сопротивляются до последнего, когда портится проект. Но всё-таки всегда же есть какие-то вещи, которые срабатывают. Деньги, новые контракты. Мы понимаем, что все люди. Но вот однако же, пусть все знают. Вот этот архитектор, условно говоря, Петров, он строит вот такие дома. И вот я бы на каждой панельке сейчас повесила имя архитектора, который вот панельки имеется в виду вот эти, которым по 30 лет, которые промазаны этой замазкой или пучкой, которая в детстве оттуда доставалась. Насчёт панелек, как говорится, это была, так сказать, теория того, чтобы быстро всем обеспечить жильё. Они, конечно, очень маленькие, малогабаритные. Кухня у нас там всего 5 квадратных метров. Это была кухня доготовочная. Была мысль о том, что мы будем жить в коммунизме. В каждом доме будет у нас кухня, как говорится, кулинария. Мы будем приходить брать полуфабрикаты, их только разогревать. И на кухне у нас ничего не будет готовиться. Идея, кстати, была не дурна. Идея не дурна. Скажу я вам. Но в дальнейшем получилось так, что был норматив 9 квадратных метров на человека. И, понятное дело, что комнаты уже не предусматривали столовую. А 9 квадратных метров-то жилья, оно предусматривает не только спальню, но и столовую. А ещё туалет, наверное. Это даже неотъемлемая часть уже от жилой квартиры во многоэтажном доме. И не только в многоэтажном, но мы говорим о наших панельках. Это было такое время, когда было именно сложно обеспечить всех жильём, особенно послевоенный период. Это как раз-таки именно первые у нас были панельки где-то в 50-х годах. Но это вот вы говорите о том, что повесить на каждый дом. И сейчас непросто, и сейчас непросто, на самом деле, обеспечить. И когда мы говорим о том, что, ребята, давайте будем строить красиво, давайте будем строить с площадками детскими. Мы все этого хотим, да? С парковками, с парками около дома. Мы понимаем, что цена квадратного метра в таком доме не будет такой, как, извините меня, в чистых прудах пресловутых. И на чистые пруды у людей деньги есть, а вот на эту красоту у них денег нет. И поэтому, естественно, нужно находить баланс. Да, то есть вот сколько-то нужно вот такого жилья, сколько-то нужно, я не знаю. Может быть, нужно сделать, чем, например, чем ближе к центру, тем больше метраж квартиры, например, должен быть. Может быть, даже, наверное, не метраж квартиры, а вот у каждого из нас тоже есть желание, например, жить в доме невысоком, напротив, чтобы был храм. То есть и в центре города есть такая... Многие так и делают. Многие так и делают. Но нет места для машины тогда. В том смысле, что мы застраиваем, делаем ошибки и опять повторяем их. То есть опять вот старое здание, да, для того, чтобы в центре города было место построить новому, нужно старое здание так угробить, чтобы его уже нельзя было и восстановить. И мы его сносим. Но настолько... То есть мы его угробим специально? Да, мы его угробим специально. Ну, поджигаем там. Незачем. Мы просто не ремонтируем и не вкладываем в капитальный ремонт. Не делаем там канализацию и не проводим ничего. И пускай вот оно рушится и сверху потолок свалился. И видишь, оно уже даже... И это, как говорится, дома-то стоят веками. А есть дома, которые его не простоят и 50 лет. То есть для того, чтобы оно не простояло, мы просто его не поддерживаем. Не поддерживаем, не ремонтируем никак. Как найти баланс? Давайте все-таки вот потому что... Я вот хочу закончить свою мысль о том, что вот мы его снесли. Да, в центре города сложно жить. Снесли здание. Вы думаете, это место останется свободным? Нет, конечно. Не за что. Хотя соседний дом мучается без стоянки. Вы знаете, ладно без стоянки, но когда ставят дома окно в окно... Опять-таки, соседние дома, улица мучается без скверика. Домики, которые мы сейчас сносим в старой части города, вот такие, которые я сказала, это, как правило, внутри квартала. Как правило, потому что все-таки у нас по центральным улицам домики все-таки у нас приглаженные, ухоженные, облюбованные, облизанные. Ну, более-менее. А внутри квартала вот можно зайти в старом городе и увидеть, что есть такие домишки, которые уже настолько в землю вросли, что ему там последние дни доживают. Ну, согласитесь, что те, кто строит сегодня, они строят по-разному. И тоже это зависит от качества, вот о чем я говорю, от качества и стоимости жилья. Если это такой молодежный микрорайон, в котором, да, вот это нововведение 25-метровые вот эти а-ля студии, да, в которых понятно, какое количество квартир будет в доме, и понятно, что там никогда не напасешься ни парковок, ничего. С другой стороны, дымка, о которой вы говорили, и другие дома более-менее такого, как бы, плана небюджетного, элитного, который строит ССК, я просто их вижу, я знаю, их снимаю, там реально очень-очень продуманно сделана парковка, очень продуманно сделана зона отдыха. Все это важно для всех. Если возьмете все эти дома, у них у всех все есть. Если не хватает места вокруг, они строят подземную парковку. Если не хватает подземных мест, там как-то организуется какая-то зона. То есть, в принципе-то, люди понимают, что им не продать дорого то, что они построили красиво, если там нет вот этих необходимых условий комфорта, правильно? Совершенно верно, да, я с вами согласна. Но я вот и поэтому вам и говорю, что в середине квартала, как правило, естественно, строят и хотят снять количество жилья с маленького пятачка, и вот вам появляется в центре города свечка, о которой мы, архитекторы, занимающиеся именно строительством и проектированием, не очень приветствуем, в связи с тем, что в свечке-то будет жить немало людей. Им не хватит парковок, им не хватит этой площадки. А вот один мой знакомый архитектор по фамилии Котов, я недавно с ним познакомилась, буквально сегодня. А, то, что говорили в начале предыдущей. Да, он сделал такую интересную штуку, в общем, вот нашёл этот баланс, как ни странно. Это очень интересно, что вы сказали про этот район, который вы застраивали, квартал для Маяковской, который Маклина Горького. Вот мы говорим, что в центре многоэтажки строить не надо. Вот этот центр, это реально очень хороший центр. Это, конечно, не театральная площадь, но на театральной площади больше нечего поставить. А вот если не брать вот такие совсем центровые места, то это прям хороший центр. Там очень красивое высокое место. Однако же там построены многоэтажки. По-другому быть не могло, потому что место недешёвое, и надо его как-то окупать, как я понимаю, да? И они очень гармоничны. Я вот, насколько знаю, очень востребованы квартиры в этих домах. Это ещё и плюс, конечно, фирме Маяковской, которая, наверное, строит качественно. Ну, по крайней мере, по отзывам я знаю, что они строят неплохо. Вот, да, вы же нашли этот баланс? Но, опять-таки, это же ведь требования другие. Если мы говорим о центральной части города исторической, у нас есть правила застройки, которые диктуют, что выше... А это не историческая, да? А это уже не историческая часть города. Там можно. Там можно и высотки поставить, и именно такие, какие... Это приличные, они ведь вот какие-то недешёвые. Ну, не недешёвые. Это всё зависит от заказчика, застройщика, который готов... А не от архитектора? Готов воплотить твою идею, которую ты несёшь в город. То есть надо договариваться, да? Ну, как бы, да. Компромисс. 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 То есть мало быть архитектором, надо быть убедительным. Да, защищать свою идею-то обязательно с дракой, там, со всеми делами, особенно на Совете. Вот, да, и, в принципе, вот ещё новый микрорайон, это вот Южный-2, Южный-3, Зиново, Солнечный берег. В принципе, прекрасные, хорошие новые микрорайоны. И они даже, в принципе, очень интересные, разноцветные. Я вам говорю, что Зиново тоже будет... Ребята, ребята, я вас, конечно, очень люблю. Мне очень приятно слушать ваши идеи, правда. То есть вот я вижу, что вот вы болеете, вам хочется красиво, да? Но мы очень хотим, чтобы ещё и город оставался со своим лицом. При всём уважении ко всем этим Зиновым, Незиновым, Резиновым, они не резиновые, а главное, не резиновые наши дороги. Вот посмотрите, что происходит. Наверное, конечно, это не ваш вопрос, хотя, по мне, так нужно, если мы говорим о комплексной застройке, оплановить. Надо говорить не только и не столько о парковках, сколько о дорогах. Вот вы говорите, чудесные микрорайоны, там можно строить свечки, там пусть много людей живёт. И вот они там, где-то у нас они распределены вокруг города. Чудесно. Оттуда люди доехать не могут. Там живут люди небогатые. Не у всех у них есть машины. Это, как правило, либо совсем молодые люди, либо уже там пенсионеры, либо, ну, кто... Вот не от хорошей жизни едут в дальние микрорайоны, от бюджетной жизни, да? От бюджетной жизни. И поэтому, возможно, там есть... Посмотрите, какая проблема даже не столько с транспортом. Там нет дороги. Девочка рассказывает, что она идёт по полю. Ну, это вы имеете в виду чистые пруды? Да. Ну, это вопрос, конечно, не к нам, потому что я хочу сказать... А к кому? А когда архитекты проектируют, они не проектируют? Нет, нет, нет. При проектировании всё было заложено. Я вас уверяю, при проектировании микрорайона все дороги, все улицы, все заложены, всё просчитано. А, да? То есть это вопрос теперь к председателю вашего этого совета? Нашего совета с вами, потому что, вообще-то, это дело в том, что дороги, улицы строят бюджет и город. Если бы архитекторы ещё бы ходили и делали дороги, может быть, и дороги были бы построены к Маламальски. Но мы не отвечаем за эти улицы и дороги. Мы отвечаем за дороги. Я бы не хотела прервать эту интереснейшую тему. Очень жаль, что вы не отвечаете, на самом деле, за дороги. Мы всё-таки найдём тех, кто отвечает. Я напоминаю, что это был пленум. Мы говорили о градостроении, и гостями сегодня были Сергей Котов и Алла Буркова. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Всего доброго. Ничего, ничего, ничего. Мы победим, народ нас лишат земной. В дружеской тюрьме всех морков разгоним. Мы наш, мы новый мир построим. Свободного труда не зашедём. Пленум с Еленой Шмулевич.